Здравствуйте! В эфире программа «По горячим следам». О происшествиях за минувшие сутки расскажу вам я, Екатерина Суранович. В Омске начался судебный процесс над домичкой, по вине которой на пожаре задохнулись четверо малолетних детей. Напомню, трагедия произошла 21 января в частном доме на улице 4 Тюкалинская. В злополучную ночь дети остались одни дома. Отец был на работе, а мать, затопив печь, ушла к подруге выпивать. В итоге мусор, который лежал рядом с отопительным котлом, загорелся и дым заполнил все комнаты. Спящие малыши в возрасте от 2 до 5 лет задохнулись, спасти детей не удалось. На допросе Минцева вину не признавала и даже рассказала свою версию произошедшего. Минцева заявляла, что вполне возможно, что мог быть и поджог, хотя никаких следов в ходе следствия, также в ходе осмотра места происшествия получено не было о том, что имел место поджог. Причинами пожара явились тепловое самовозгорание, то есть были нарушены нормы, правила пожарной безопасности. В скором времени судьбу Минцева решит суд. Отмечу, что муж после трагичных событий с ней развелся. И он наверняка будет настаивать на самом суровом наказании для нерадивой матери. Сейчас Евгения живет с другим человеком и снова ждет ребенка. По закону ей грозит до 4 лет лишения свободы. А вот о мечу, который напал на таксиста с ножом, уже вынесли приговор. В марте этого года 22-летний Руслан Гелезиев был за городом и вызвал машину, чтобы добраться до Омска. В пути он попросил водителя съехать на проселочную дорогу. Там клиент приставил нож в горло таксиста и потребовал отдать автомобиль. Водитель рисковать не стал и передал управление. Правда, сильное опьянение помешало опасному пассажиру далеко уехать. Забуксовал, просил потерпевшего, чтобы он помог ему вытолкать автомобиль из снега непосредственно. Однако вытолкать не получилось. Впоследствии автомобиль просто заглох и не завелся в дальнейшем. В связи с чем было принято решение вызвать своих товарищей. Они за ним приехали и увезли его с места происшествия. Скрываться от полиции Руслан не стал. Таксиста он нашел сам, извинился и добровольно выплатил ему 10 тысяч рублей за моральный вред. Как он сам признался, во всем виноват алкоголь. Дело было по пьяни и больше такого не хочу творить. Сейчас просто понимаю, что ошибку совершил и если это поможет, сейчас дадут условный срок, то обещаю справиться и больше такого не творить. Я думаю, может это будет глупо, но я не хочу его наказывать. Он сам себя уже наказал. Но примирения и раскаяния оказалось мало. За попытку угнать автомобиль с применением оружия Гелезиеву придется отправиться в колонию строгого режима на два года. С наступлением лета нарушители правил дорожного движения нашли новый способ уходить от погони. Вчера мы рассказывали о жителе Кормиловского района, который, спасаясь от инспекторов, нырнул в озеро. Похожее происшествие произошло в Любинском районе. Водитель ВАЗа 6-й модели ехал по встречной полосе и едва не врезался в машину полицейских. Ему не удалось оторваться от преследования ни на улицах поселка, ни в поле. Молодой человек решился на отчаянный шаг. Он оставил машину вместе с пассажиром и бросился к реке. Этим он удивил не только полицейских, но и рыбаков. Полицейские дождались нарушителя на берегу. Позже выяснилось, что за руль автомобиля 20-летний местный житель сел в состоянии алкогольного опьянения. Штраф нашел нарушителя. Благодаря записи очевидца сотрудники ГИБДД наказали очень наглого водителя. Двигаясь по Иртышской набережной, шофер Лэнд Крузера за несколько секунд успел пересечь двойную сплошную и проехать на красный сигнал светофора. Очевидно, он планировал остаться незамеченным, но стал очередной звездой интернета. В отношении данного гражданина были возбуждены сразу два административных дела производства за разворот и пересечение двойной сплошной линии, а также проезд на запрещающий сигнал светофора. В общей сложности сумма штрафа составит 2000 рублей. На сегодня это все новости. С вами была Екатерина Суранович. Увидимся завтра. И помните, вы узнаете обо всех происшествиях по горячим следам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова